Праздник Артём Награды вручались почётным жителям города, работникам предприятий, водителям, учителям. Однако впервые была вручена правительственная награда – медаль Ордена второй степени за заслуги перед Отечеством. Её получил подполковник одной из войсковых частей города Артёма Исламов Руслан. Есть награды, которые в процессе службы получал за определённую услугу лет. Есть медаль за доблесть второй степени. Выполнял специальные задачи на территории сопредельных государств в районе боевых действий. Сейчас я испытываю эйфорию. Субтитры подогнал «Симон» Поздравляю всех жителей города. Желаю всем здоровья. Желаю, чтобы наш город процветал, чтобы было побольше предприятий, чтобы молодёжь не нуждалась в работе, а нам её была. Я думаю, что главное – это то, что в городе Артёме, а в одном из немногих городов Дальнего Востока, есть чёткая экономическая, политическая стабильность, есть чёткое понимание экономической перспективы развития. Желаю благополучия, здоровья, крепкого взаимопонимания, ну и, как всегда, политического чутья. На собрании в честь дня города нам посчастливилось встретить представителя команды-победителя, недавно прошедшей спартакиады трудящихся, помощника командира войсковой части по физической подготовке. На торжественной церемонии ему вручили кубок. Мы выступали в 10 видах из 12, заняли общекомандное первое место. Поставили себе цель выиграть спартакиаду и вот, наконец-то, через больше, чем 10 лет мы добились своей цели. Поздравляю всех жителей города Артёма, всех ветеранов с Днём Шахтёра, с Днём Города. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, спортивного долголетия и, чтобы вам мирного неба над головой. Зрелищные выступления коллективов, награждения почётных жителей города, непередаваемая праздничная атмосфера – вот, чем нам запомнится это ежегодное собрание. ПОЮТ НА ИНОСТРА Денис Болтов и Михайло Водана. Городские новости.